Добрый вечер, господа. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал. Большое реальное время. В этом части у нас гость в студии прямого эфира. В следующем подводим итоги дня. Сегодняшний день выдался весьма и весьма урожайным. Как я говорю, от юмора до репрессий. И то, и другое я все-таки закавычу. Поэтому будет о чем с вами поговорить. У нас будет масса экспертов в следующем части. И вы, как всегда, принимаете самое непосредственное активное участие в наших разговорах, в нашей дискуссии. Поэтому, напомню, средства коммуникации для звонков. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция. Туда вы можете писать. Наш круглосуточный еще один информационный сайт. Это finam.info. Там идут постоянные дискуссии, круглосуточные обновления. Ленты новостей. Ну и также вы можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Я его подключил. Так что пишите, звоните, смотрите, слушайте. И самое главное, высказывайтесь. Реальное время на Finam.fm. Осень 2012. Новополитический сезон. Взгляд. Единой России. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Я почитал некоторые ваши комментарии, которые вы оставляете в моем блоге, в LiveJournal, в Твиттере. Вот я вам хочу сказать. Я не придерживаюсь и не разделяю ваших мнений, когда вы говорите, представители Единой России, это скучно, представители Единой России, это неинтересно. Сейчас они будут жвачку, значит, жевать. Да ничего подобного. Вот сегодняшний мой гость точно жвачку не будет жевать в моем эфире. Мы с ним всегда говорим предельно откровенно и, переписываясь сегодня в Твиттере, мы договорились, что это будет откровенный, предельно откровенный разговор без цензуры, без купюр. И я вам с удовольствием представлю моего гостя. Это Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы России, первый заместитель секретаря Президиума Генерального Совета партии Единой России. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Я все правильно сказал? Или там в должностях уже изменения произошли? Я заместитель секретаря Президиума Генерального Совета. У нас пять заместителей секретарей, все имеют равный статус в этом смысле. Но вот мои продюсеры почему-то постоянно пишут мне первый заместитель. Наверное, они как-то вот к вам неравнодушные девушки дышат. Как вам начало вот этого сезона? Вот первые дни какие-то достаточно бурные, буйные и в чем-то даже, простите, юморные? Ну, я могу сказать, что это лето вообще характеризовывалось тем, что как таковых политических каникулы не было. То есть, все лето проходили те или иные политические события. И так как осенью предстоит еще и большая избирательная кампания, мы избираем пять руководителей субъектов федерации. У нас много законодательных собраний, шесть законодательных собраний, избираются шесть дум региональных центров, несколько мэров крупных городов, включая Калининград, огромное количество муниципальных выборов. То для политиков вообще лето не может быть временем каникул. Это я, может быть, сразу отвечаю на часто такой звучащий вопрос. Ну, как же можно делать единый день голосования осенью? Ведь летом, типа, все должны уходить в отпуск. Ответа на этот вопрос два. Первый. Заниматься следующими выборами. Нужно на следующий день после того, как завершились выборы предыдущие. Поэтому никаких пауз в этом смысле быть не может. И второе, конечно, рассчитывать на то, что кто-то может достичь успеха, решив заняться предвыборной кампанией в последние полтора-два месяца до выборов, это абсолютно несерьезно. Нужно заниматься реализацией, собственно, политических проектов, собственных идей, позиционированием в течение нескольких лет для того, чтобы... Единая Россия не прерывалась в своей деятельности? Нет, абсолютно нет. Вот смотрите, сразу резко актуализируем наш разговор. Почему представители вашей партии взъелись на Гудковых, Жириновского? Я не буду скрывать, я имею в виду инициативу господина Исаева. Я написал сегодня в Твиттере, я Андрея приглашал, но у него там что-то не получается. Да, я читал. Я надеюсь, что он прибудет и мы с ним поговорим. Я ему даже уже тут и оппонента приготовил такого, я бы сказал, очень харизматичного. Говорят, что Жириновский на вас очень сильно обиделся, на единороссов. Вот этот семейный подряд, который вы пока предлагаете, да, как-то устранить, изменить, почему-то не распространялся до недавнего времени, например, на правительство России, на кабинет министров господина Путина, да, который сейчас уже президент. Не мне вам рассказывать, семейный подряд там был очень ярко представлен. Я имею в виду и Сердюкова, и Зубкова, и Голикову, и Христиенко, и так далее. Ну, смотрите, здесь необходимо несколько моментов сразу отметить. Первое. Я бы все-таки разделил подходы в исполнительной власти и в законодательной власти, потому что в исполнительной власти это всегда решение руководителя, кого принимать на службу, кого нет, а в законодательной власти это все-таки конституционное право каждого гражданина избирать и быть избранным. И в этом смысле я считаю, что вообще Андрей своим таким достаточно эффектным предложением просто предложил дискуссию на эту тему, потому что дискуссия звучит следующим образом. Как сделать так, чтобы избежать конфликта интересов? Ведь конфликт интересов, он может выражаться в разных вещах. Это могут быть групповые интересы, это могут быть корпоративные интересы, когда те или иные люди, идя во власть, преследуют интересы той или иной компании. Я это все понимаю, но почему ранее-то вы не ставили эти вопросы? Я говорю о том, что этот вопрос поставил Андрей, и этот вопрос, который касается всей политической партии, в том числе Единую Россию, в том числе все парламентские партии, которые есть в Думе, и на него нет тривиального ответа, потому что если пытаться это запретить, то здесь может быть решение, которое не поддержит Конституционный суд, потому что, еще раз говорю, есть Конституционные права. Если говорить про исполнительную власть, то в исполнительной власти тоже важным и недопустимым является подчинение одного родственника другому, потому что вот тогда это прямой коррупционный мост, когда люди, находящиеся в зависимости друг от друга, являются родственниками. И таким образом создается круговая порука, там могут быть различные коррупционные проявления и так далее. А если они работают в разных областях, и каждый из них является талантливым человеком? Но при этом в одном кабинете министров. Сейчас, талантливый человек. А если они поженились, уже работая в этом кабинете министров? То есть здесь может быть огромное количество... Да вот странно, если на самом деле... Вот это надо как раз определять и разбираться. Есть ли конфликт интересов, если супруга занимается социальной сферой, а супруг занимается инженерией. То есть надо, мне кажется, здесь развивать инструменты А. ограничения как раз для совместного труда этих семейных групп для того, чтобы, опять-таки, не возникало круговой поруки. Это, очевидно, надо делать. Это нужно делать во всех ветвях власти. Точно так же нужно развивать общественный контроль с тем, чтобы все решения, которые принимаются любым человеком... Сейчас идет обсуждение всех социально значимых законов. Сейчас мы к этому добавим публичное обсуждение всех социально значимых распоряжений исполнительной власти. То же самое мы будем рекомендовать делать и на региональном, и на местном уровне. Более того, вот я недели две назад как раз высказывался, что если на федеральном уровне, если мы говорим о выдвижении каких-то общественных инициатив с поддержкой 100 тысяч голосов, то этот уровень, конечно, является просто, ну, очень тяжелым для инициатив региональных и местных. Там нужно делать свои пороги, и они могут просто быть, например, там 50 и 25. Я не претендую на то, что эти 50-25 тысяч, соответственно, региональный и муниципальный уровень. Это могут быть другие цифры. Здесь, опять-таки, нужно послушать экспертов, выработать оптимальное количество, но такие предложения должны быть и там. Конечно, необходимо совершенно по-другому строить работу общественных советов при органах исполнительной власти. Конечно, необходимо делать публичным весь документ оборот всех органов власти, ну, за исключением секретных документов, потому что... Ну, на это никто и не претендует, да. И современные технологии позволяют это сделать в режиме онлайн. И тогда, я извиняюсь, тот ресурс, который некоторое время назад был запущен, «Россия без дураков», он будет очень быстро отмечать те решения или те проекты решения, которые содержат в себе абсолютно дурацкие нормы, либо неработающие предложения. А в нашей стране власть персонифицирована, Сергей. Мы же сами знаем, что господин президент, со слов его пресс-секретаря, не заходит в интернет, не читает он социальные сети. А дело в том, что... Ну, если ведь, Пескова. Это очень хорошо, что в нашей стране власть персонифицирована, потому что, знаете, самое сложное, это найти виновную в ситуации коллегиального решения, потому что, да, понять, а кто все-таки виноват... Да, но тогда Путин будет за все отвечать. Ну, на самом деле, президент в стране, вот эта русская традиция, он, хотим мы этого или не хотим, он все равно отвечает за все. Но поделился бы властью, и не было бы такой персонификации. Я как раз считаю, что раз в России политика персонифицирована, очень важные, такие предложения звучали, в том числе странные оппозиции, я их поддерживаю, должны все решения иметь своего автора. То есть должна быть подпись человека, который предлагает любое из решений, для того, чтобы потом можно было этого человека и, соответственно, вытащить на свет Божий и спросить. Сергей Железняк, сегодня в реальном времени на Финам.фм, ваши письма на финам.фм, в личный аккаунт, звонки на 65 10 99 6, сейчас прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов 17 минут, вице-спикер Госдумы России Сергей Железняк у нас здесь, в студии прямого эфира. Пишите на финам.фм, звоните на наш многоканальный телефон, все средства связи к вашим услугам. Сергей, так вы мне не ответили, за что вы взъелись на Гудковых? Давайте, тогда мы про семейственность, мы закончили или нет? Нет, мы не закончили. Тогда может быть про семейственность. То есть мне странно, когда тести и зять в одном кабинете министров, да, они формально занимаются, ну и неформально они занимаются разными вопросами, это не конфликт интересов, да, а когда сын и отец в Госдуме, это вот нечто другое. Вот здесь надо четко понимать, что претензии к Гудкову на сегодня не связаны никак с семейственностью, вот, и это просто разные истории. И еще раз говорю, семейственность это вопрос, который требует обсуждения в отношении всех политических партий, и не только законодательной власти, но и исполнительной. Если же говорить про, теперь уже конкретно, про Геннадия Гудкова, потому что претензии адресованы персонально ему, а не семье Гудкова. Но семья потеряла бизнес уже. Семья, еще раз, вот, если говорить про семью в виде Геннадия Гудкова, то он и не мог осуществлять предпринимательскую деятельность. Так. Ему инкриминируется не то, что у него было во владении имущества, что он был акционером, потому что по действующему законодательству это разрешено, но по действующему законодательству запрещено входить в органы управления коммерческих предприятий и получать деньги за эту деятельность, то есть получать вознаграждение. Именно это ему инкриминируется. То есть не то, что он был владельцем тех или иных активов, а то, что, собственно говоря, он совмещал депутатские полномочия с активной предпринимательской деятельностью. Если говорить про эту ситуацию более широко, то Сергей Неверов на днях озвучил вопрос, который, да, следует рассмотреть. Это тоже вопрос, связанный с конфликтом и интересом. А вот само владение тем или иным пакетом акций, оно каким образом должно приводить к тому, чтобы влияние этого человека на тот или иной законодательный процесс был ограничен. Например, если человек является крупным акционером в бизнесе недвижимости, то очевидно, что с одной стороны у него будет экспертное знание в этой области, с другой стороны он может так или иначе предлагать решения, которые выгодны прежде всего его бизнесу. И сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения, например, что он там не может занимать должности в соответствующем профильном комитете или каким-то образом его влияние должно быть компенсировано. Но в этом смысле, я уверен, мы решение найдем. Но Дума при этом — это организация, в которой есть 450 голосов. Ну, то есть, другими словами, партия власти, я так вот обобщу, да, не только Единая Россия, а вообще вот ваш конгломерат, да, состоящий в законодательной, в первую очередь, исполнительной власти, силовых структур, вы не преследуете Гудкова по политическим мотивам. Вы можете это сказать? Мы не преследуем. Мы не преследуем Гудкова за политические мотивы, потому что там нету в том, что ему инкриминируется, никаких политических мотивов. Более того, я эту претензию высказывал Сергею Михайловичу Миронову, когда он сказал, что мы будем поддерживать Геннадия Гудкова вне зависимости от того, что ему будут инкриминировать, я как раз сказал, Сергей Михайлович, ну, получается, что если будут подтверждены факты того, что Геннадий Гудков против закона совмещал депутатские полномочия с активным участием в собственном бизнесе, то вы, защищая его, будете, по сути, поощрить беззаконие. Ведь депутат не может быть выше закона. Но это касается членов Единой России? Это касается всех членов, всех партий, которые работают в фарламе. Я почему спрашиваю, да, значит, партии Яблоко и Справедливая Россия опубликовали посты в социальных сетях, которые, в общем-то, наводят на очень большие мысли в отношении отдельных ваших партийцев. Я все читал, да. И? Дело в том, что данные, которые они... У некоторых там недвижимость в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, так утверждается, да? Мы не можем подтвердить или опровергнуть. В этом смысле данные, которые опубликовали и Митрохин, и Гудков, и Пономарев, они касаются тех данных, которые и так есть в открытом доступе, и они есть в декларациях депутатов. Там есть одна информация, которая требует действительно проверки. Это информация, связанная с регистрацией времени, полномочий тех или иных в единой базе юридических лиц. И по этому поводу коллега Костунов уже подготовил законопроект, где сказал, что в базе, ИГРЛ, должны быть обязательно указаны сроки полномочий тех или иных должностных лиц. Для того, чтобы человек, потом, переходя, например, на госслужбу или избравшись в парламент, понимал, что если будут обращения в базу, то там не будет только информации, что он был когда-то генеральным директором, а там будет указана дата, в какой момент он прекратил быть генеральным директором того или иного предприятия. Потому что понятно, что у каждого до Думы была какая-то работа, за которую он получал зарплату. У кого-то это была госслужба, у кого-то это была предпринимательская деятельность, у кого-то это была общественная деятельность, но оплачиваемая. Ну, то есть вот есть ограничения, которые начинают работать с момента... Но вы не исключаете, что скелеты в шкафу есть у ваших однопартийцев? Я считаю, что необходимо, конечно, здесь основываться на фактах. Потому что вот пока из всего того, что звучит, есть данные, которые указаны в декларации, которые сами же депутаты пишут. Я притом на днях столкнулся, я в Твиттере, как раз вот вернувшись в Твиттер, даже выложил как пример как раз клеветы в сети, где, например, мне было предписано, что за годы в Думе я смог разбогатеть на две квартиры в Москве. Здесь одна из очевидных такая фикция, потому что эти квартиры, они были у меня на момент прихода в Думу. И я их с тех пор действительно каждый год указывал в своих декларациях и в своем имуществе. И, видимо, человек, посмотрев там последнюю сейчас декларацию, увидев там эти квартиры, сделал вывод, что они точно были приобретены за время работы в Думе. Ну и, соответственно, таким образом он мне это... Не мне, а весь интернет выложил вот такую против меня информационную бомбу. Ну, здесь я его просто адресовал к той информации, которая есть в открытых источниках, к декларациям. Суд не послали? Мне пока некому обращаться, потому что это ник. И это другая важная тема, о которой мы тоже будем говорить осенью. Несомненно, есть у части наших... Оппонентов. Да даже не оппонентов. Просто у части людей. Мнение, что анонимность позволяет уйти от ответственности. Более того, вот с технологической точки зрения, ну, кроме супер-супер-профи, которые занимаются там электронной разведкой и профессиональным, не знаю, там взломом сетей, следы всех остальных пользователей и возможность установления личности, они технологически абсолютно возможны. Проблема в том, что в большинстве норм действующего законодательства просто не прописаны сами процедуры, связанные, во-первых, с составом преступления, который реализуется через современные информационно-коммуникационные сети и под ником, то есть анонимно. Второе, ну, соответственно, не прописаны процедуры, связанные с привлечением к ответственности. Так, и вы решили, значит, вот интернет поджать, да? Это не вопрос интернета. Дело в том, что если вам, мне, любому другому человеку, например, приходит угроза, связанная, да, там, угроза жизни и здоровью, связанная с нами, либо с нашими родными, то мы должны иметь возможность обратиться в правоохранительные органы за защитой и сделать так, чтобы у следствия были возможности провести дознание, установить виновных и привлечь их к ответственности, вне зависимости от того, сделано это было по телефону, сделано это было подметным письмом, либо через аккаунт в социальных сетях. Ну, это хорошо, это такой вот вариант, да? А если это критика, политическая критика? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что политическая критика... А может быть эмоциональной. Ну, еще раз. Точно так же это может быть во время какого-то там мероприятия, правильно? Это же может быть не только через интернет. Так вот, если эта критика содержательна, содержательна, если она действительно содержит эмоциональные отношения, фактуру какую-то, претензии к тому или иному лицу или организации, это не является преступлением. Но если там содержатся заведомо ложные данные, ложная информация, которая имеет своей целью дискредитировать человека, то вы готовы посадить человека в места не столь отдаленные? То это должно быть наказуемо. Нет, на самом деле, по тому изменению законодательства, которое мы принимали весной, мы приняли решение о достаточно серьезных штрафах и исполнительных работах, но тюремных сроков там нет. Вы не считаете, что вот эти принудительные работы — это унижение человеческого достоинства? Ну, я вообще считаю, что вообще никакая работа не может быть унижением сама по себе. Это принудительная работа. Ну, в этом смысле она, если она является наказанием за совершенное преступление, то я считаю, что это гораздо более щадящая форма наказания, чем отсидка в тюрьме, потому что это возможность продолжать работать, быть со своими близкими, своей семьей, и тем не менее отрабатывать свою повинность, которая признана судом и вступила в законную силу. Сергей, ответьте мне, положа руку на сердце. Значит, у вас в «Единой России» есть люди, предположим, которые нарушают закон и совмещают свою деятельность с предпринимательской деятельностью? Я здесь должен ответить содержательно, поэтому я говорю. Если вы говорите о двух миллионах членов нашей партии, которые есть в России... Нет, в данном случае я буду сужать вопрос. Депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия». И я пока не видел ни одного факта, который бы подтверждал, что члены нашей фракции совмещают депутатскую деятельность с активным участием в бизнесе. Если подобные факты появятся. Каждый из них обязан быть расследован, и по каждому из них обязаны быть приняты решения. Вот, обращу внимание на наши слушатели, сегодня комиссия Васильева, которая должна будет принять решения по фактам, которые пришли по Геннадию Гудкову и Следственному комитету и Генеральной прокуратуры, насколько я знаю, единогласно поддержала принятие к рассмотрению вопроса о фактах нарушения. Ну, смотрите, я сразу... Решения они должны будут принять 10-го числа, но то, что все члены согласились с тем, что эти факты должны быть сейчас рассмотрены, говорит о том, что эта процедура регламентная работает, и она будет работать в отношении любого человека, по которому поступят такие материалы. Ну, вот здесь ряд вопросов по Геннадию Гудкову. Тогда мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей. Здесь Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы России, один из руководителей партии «Единая Россия». Пишите на финам.фм. После новостей будем подключать наш многоканальный телефон. 19 часов 31 минута. Здесь в реальном времени Сергей Железняк. Значит, смотрите, Сергей, письма. Дмитрий из Ярославля. Гость в студии смешал буквально все в одну кучу. Очередной раз убедился, цитирую письма без редактуры. Прямых и точных ответов от представителей «Единой России» не дождаться. Кругом все плохие. Они депутаты, в данном случае белые и пушистые. Дальше. Олег пишет. А что, раньше не знали, чем занимался Гудков? Мочить стали, когда поперек батьки стал. Жвачка опять. Значит, дальше. Сергей. То есть, вот здесь просто сразу идут репети на ваши ответы. Пишет. Конкретно есть факты, подтверждающие, что Гудков занимает руководящую должность какой-либо коммерческой компании. Есть или нет. Юрий Москва. То, что интерес именно к бизнесу депутата Гудкова появился параллельно с активизацией его оппозиционной деятельности. Это случайное совпадение. То есть, вот понимаете, как воспринимает общество решение вашего конгломерата. Ну, или постановку. А сам факт постановки вызывает обратную реакцию, потому что для многих, в общем-то, это увязывается именно с оппозиционной деятельностью данного политика. Ну, дело в том, что Геннадий Гудков сам активно увязывает это с оппозиционной деятельностью. Более того, было бы достаточно странно, если бы он этого не делал. То есть, он нас переиграл на информационном поле. Да, слушайте. В этом смысле он просто пытается защищаться. Это очевидно. Насчет того, что он нас переиграл, я не согласен, потому что, если вы посмотрите данные социологических исследований, то давляющее большинство наших сограждан как раз считает, что должно быть проведено расследование, что если бы отвердятся факты нарушения закона, должно быть наказание, вне зависимости от того, депутат он или нет. Так что, сейчас мы, конечно, имеем вот здесь комментарии людей, которые тоже свою точку зрения могут иметь. Я просто говорю ту информацию, которая мне известна. Более того, я ни в коем случае не хочу с собой подменять деятельность комиссии Васильева, где есть представители всех политических партий. И там расклад голосов 50 на 50. То есть, 50 процентов это Единая Россия, 50 процентов это представители оппозиционных партий. Поэтому мы не можем принять там решение, даже если все наши представители в этой комиссии проголосуют единогласно, необходимо, чтобы было большинство. Большинство требует в том числе и поддержки сторон. Ну хорошо, если появятся подобные факты, предположения, я вновь возвращаюсь к вашим однопартийцам. отвечаю. Вы готовы расслеживать их? Конечно, если со стороны генерального прокурора, точно так же, как в отношении Гудкова, поступят данные, факты в отношении любого другого депутата, в том числе депутата от нашей фракции, они будут обязательно, конечно же, через эту же процедуру. А как быть тогда с фразой, крылатой фразой вашего лидера, я имею в виду господина президента, своих не сдаю? Дело в том, что если человек совершил преступление, то он уже не свой. Мы ни в коем случае не будем покрывать преступников. Более того, я почему спросил, про какое количество мы говорим, если мы говорим про 2 миллиона человек, то среди них, конечно, есть люди, которые совершают преступления, и мы как раз, в отличие от многих оппозиционных партий, мы ни в коем случае не пытаемся их каким-то образом отмазать или спасти. Мы наоборот, мы требуем самого тщательного расследования, и когда, например, был случай, и глава какого-то поселения в Саратовской области несколько месяцев назад сбил паренька и скрылся с места преступления, я от себя на следующий день специально писал запрос, чтобы ни в коем случае на местном уровне не попытались эту ситуацию как-то замять и подключал центральные органы правоохранительные для того, чтобы это взяли на контроль и он в результате сел и его не выпустили до суда и он получил реальный тюремный срок. Почему? Не потому, что он вот, скажем так, вот оказался в такой трагической ситуации и избил человека, потому что он скрылся с места преступления. То есть в беде может оказаться каждый. Важно, как себя человек ведет. Ну, то есть крышевать уж, простите, за организм вы не будете. Никого мы не будем крышевать. Мы считаем, что в этом смысле мы с не меньшей, а может с большей твердостью будем действовать в отношении всех случаев и всей информации в отношении членов и нашей фракции, и нашей партии. Мы как раз очень активно самоочищаемся. Хорошо. Сейчас зайду слегка так издалека. Можно еще буквально комментарий? Лагонично. Да. Можно посмотреть по спискам действующей Государственной Думы. Вот в наших списках мы изначально исключали всех людей, которые имели судимость. Но тем не менее лидер вашей фракции господин Воробьев просто феерическое его высказывание. Депутаты, сенаторы не могут быть голы, как соколы. Вот что он хотел этим сказать? Объясню. Дело в том, что здесь ни в коем случае не надо пытаться создать формат, при котором член парламента только так хорош, когда он нищий. Если человек заработал честно деньги и их задекларировал и уплатил с них налоги до Государственной думает, то нету никакого порока в том, что он деньги заработал. А как бы тогда с ближайшими родственниками членов вашей партии, которые племянницы, жены, опять-таки, я никого не виную. Презупция невиновности безусловно есть, она работает как правовая единица, но тем не менее. Сергей, отвечал, он говорил, случайно так все совпало, это не столько он, сколько это братья или родственники и так далее. Но как-то вот Юрий Михайлович Лужков, при всем моем уважении, вы же знаете, что люди предполагают, я так аккуратно буду говорить, в связи с новым законодательством, бизнес, супруги, ну и так далее. Все члены Единой России или бывшие члены? Не только Единой России, опять-таки, это касается всех политических партий, это как раз вопрос, который связан с уточнением всего, что связано с конфликтом интересов. Нам необходимо это действительно прописать более четко, необходимо это прописать и вопросы, как я сказал, связанные с тем или иным родством и с вопросом того или иного корпоративного представительства. Извиняюсь, у нас в фракции КПРФ есть несколько действующих депутатов, которые в свое время были туда имплементированные из сотрудников ЮКОСа, и в этом смысле это же не делает их на сегодня преступниками, но в свое время они имели отношение к этой бизнес-структуре. Вопрос, как человек действует уже в рамках Думы. Есть статус депутата, есть ограничения, которые с этим связаны, а сейчас вообще есть общественный запрос на увеличение ограничений, связанных с функциями государственной службы, тоже как раз мы говорим и про супругов, и про несовершеннолетних детей, то есть их нужно более четко прописать, потому что если внезапный успех супруга или супруги, или несовершеннолетних детей возник в зоне ответственности чиновника, то это, конечно, должно быть предметом для очень тщательного внимания расследования, но это не означает, что родственник не может быть талантливым или успешным в какой-то области, это же не значит, что у чиновников все остальные должны сидеть дома по лавкам и не работать, потому что тогда, я извиняюсь, этот чиновник окажется в очень сложном положении, потому что ему нужно будет прокормить не только себя, но и всех тех родственников, которые оказались ущемлены в правах евработных тоже неправильно. Вот я вам за эфиром рассказал ту историю, которая мне стала известна по поводу средней зарплаты чиновников в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств 57900, значит, данные Росстат первого полугодия 2012 года. Очень известное риэлторское агентство, очень авторитетное, в буквальном смысле, авторитетное, значит, занимающиеся рынком недвижимости класс лакшери, публикуют следующие данные, 60% сделок при продаже на московском, прошу заметить, рынке недвижимости ценой от 1,5 до 2 миллионов долларов, 60% это сделки чиновников. Ну, смотрите, сразу несколько моментов, хотел бы понять источник этого репорта, почему? По трем вещам, пока до содержания. Первое, для меня очень странная оценка в долларах, потому что уже достаточно давно у нас все расчеты, в том числе цена на недвижимость, она рассчитывается в рублях. Ну, Сергей, ну хорошо, 45-60 миллионов. Это первое. Второе, надо посмотреть, какая часть в этом связана. Явно не коррелирующая с зарплатой средней. Сейчас, вторая часть, это еще и вопросы связанные с ипотеками. Третье, это, конечно, вопрос, о котором мы говорили в начале программы, еще и до эфира. Это вопрос, связанный с бизнесом или бизнесом, с бизнесом супруга или супруги. Вот, когда этот бизнес, когда эта успешность появляется в рамках или там в зоне ответственности чиновника, то есть успешность супруга или супруги, то это, конечно, я считаю, проявление конфликтов интересов. Если успешность есть в, как мы так, в отрасли или в области, которая не связана с бизнесом, не связана с функцией служебной супруга, то в этом нет ничего взорного. Предлагаю сейчас очень лаконично идти в оставшееся время. еще одно письмо, слушайте, на Бастрыкина выложили документы в сети. Единая Россия даже пальцем не пришевелила, чтобы, что же вы его не поднимете, делая с депутатским контролем. То есть тут идет награждение, но я понимаю, в чем смысл письма, слушали, да? Где парламент, где его независимость, где парламентский контроль? Слушатель, дальше пишет Олег, он имел вид на жительство в другой стране, занимает должность с доступом к высшему уровню государственной тайны. Почему на сайте Единой России вы не выложите документы, которые подтверждают виновность Гудкова? Ну, то есть здесь волей-неволей люди начинают сопоставлять. Вот он, Бастрыкин, вот те обвинения, которые были выложены, по-моему, Алексеем Навальным, ну и дальше. Нет, нет. Вся информация по Александру Бастрыкину была выложена единороссом Александром Хинштейном еще два или два с половиной года назад. Поэтому Навальный всего лишь отреплицировал информацию Хинштейна. Вот и все. То есть в этом смысле большинство проверок и сама информация, они давно уже известны, по ним проведены проверки. Но там была существенная добавка этого вид на жительство. По-моему, Хинштейн об этом не писал. Вся информация была у Хинштейна. Да, есть вопрос еще и действительно отношение Хинштейна к Александру Бастрыкину. И это, ну, я тоже считаю, что при всей сложности этих отношений это проявление как раз демократии. То есть это говорит о том, что у него есть своя позиция. Почему Единая Россия тогда не поставила вопрос на контроль? Потому что, еще раз, парламентский контроль. Объясню. Дело в том, что вся информация, которая была Александром озвучена и представлена еще два-два с половиной года назад, она была проверена не только при участии депутатов, в том числе, собственно говоря, и при активном внимательном контроле стороны Александра Хинштейна, но и генеральной прокуратурой, и следственными органами, и ФСБ, и там нет состава преступления. Вот, что там точно есть, и что требуется как раз сейчас изменить, и мы должны это изменить, это вопрос, связанный с правом или отсутствием права для чиновника иметь имущество за границей и открывать счета за границей. Вот я являюсь автором как раз инициативы... Сергей, я общался с вашими коллегами в неформальной обстановке, но они улыбаются, я так мягко скажу. А я общался с моими коллегами в неформальной обстановке, Юрий, гораздо больше, чем вы, и они на самом деле не улыбаются, а наоборот, говорят, что это же для части наших коллег, особенно из Совета Федерации. Это просто ножом по горлу, потому что если как раз в этом смысле сравнивать Думу и Совет Федерации, то в Совете Федерации гораздо больше состоятельных людей. И у них, естественно, есть иностранные активы. Более того, такие есть и в Государственной Думе, и если решение будет принято, каждому из них нужно будет определиться. Либо оставаться в политике, либо сохранять свою недвижимость за рубежом и заниматься какой-то другой деятельностью. Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы России, один из лидеров Единой России здесь в реальном времени. Краткий выпуск новостей и затем продолжаем. В 19.47 Ваши звонки на 65 10 99 6 код Москва 495 письма на финам.фм там же идет прямая веб-трансляция здесь Сергей Железняк вице-спикер Госдумы один из лидеров Единой России. Сергей, очень коротко сейчас будем идти прямо вот в темпе Венского вальса. Вы читали доклад Бориса Немцова о жизни Робана Галерах? Я видел информацию об этом докладе насколько понимаю это такое какое-то иллюстрированное издание скорее чем серьезное. То есть вы всерьез не воспринимаете подобную информацию? Да вы знаете там же все фотографии взяты из публичных источников поэтому там нету никакой информации которая была бы каким-то откровением. Как вы считаете вот я очень часто в том числе в этой студии от политологов политиков да ну в основном конечно оппозиционных слышу такую фразу о том что господин президент у нас чуть ли не самый богатый человек в России что он ну бездоказательно безусловно нет бумаг которые вы подтверждали это управляет владеет гигантскими активами там многомиллиардными суммами вы все-таки с господином Путиным общаетесь да вот на ваш взгляд это что политический пиар ложь это на самом деле зависть ничего больше конечно несомненно президент обладает очень серьезными полномочиями как президент конечно как президент несомненно для осуществления президентских полномочий у него есть достаточно большой арсенал и государственное имущество которое закреплено за ним это как раз те самые но не как за физическим лицом а именно как институт да институт президентства как за президентом на период исполнения полномочий и в этом смысле это арсенал который есть у любого президента любой страны другое дело что страны разные поэтому и конечно же и набор твоего имущества разный и согласитесь если говорить про территорию России то перемещаться по ней в таком плотном графике который есть иначе как самолет он просто нереально и несомненно что важно что перемещался не только президент перемещались еще и те люди которые связаны с той тематикой мероприятия которые есть в точке проведения и связанные с с обеспечением связи ну так в любой точке это понятно но это все связано с перемещением людей имущества вот отсюда самолеты конечно должны быть резиденции для опять-таки осуществления государственной функции для приема там гостей равноуровневых то есть руководителей других государств и делегаций проведения мероприятий но это все не принадлежит Владимиру Путину он просто как президент использует это имущество в период исполнения полномочий хорошо так вот здесь очень настойчиво меня просили задать вопрос сейчас я его найду Геннадий пишет вопрос Сергею Железняку прямой вопрос будет ли вестись расследование по поводу фактов и документов приведенных Дмитрием Гудковым о бизнесе доходах и состоянии золотых кренделей я вам цитирую письма еще раз подчеркиваю без редактуры Сергей может в эфире дать слово чести что Геннадий Гудков преследуется не по причине оппозиционной деятельности ну вы это уже сказали да там нету ни одной политической причины в те документы которые поступили из следственного комитета или генеральный прокурат а что касается золотых кренделей если там будут факты которые будут иметь состав преступления конечно каждый из этих фактов будет расследоваться пока там есть только публичные данные которые задекларированы самими депутатами вы в эфире как вас зовут добрый вечер Олег Добрый вечер меня зовут Илья ну сижу улыбаясь слушаю беседу с вашим гостем на вопрос самый богатый человек или президент объясняет что самолеты лежат где-нибудь только на время президента смешно здесь писать какой-то естественно вопрос был связан именно с тем что через подставных лиц через знакомых круг семьи президент владеет реально владеет огромным имуществом чем расскажите чем у вас есть факт фактов у меня нету но в открытом доступе достаточно достаточно заявлений которые не расследуются которые просто тихо опускаются как в деле Бастрыкина хоть один факт ну как вот дайте я хоть один факт ну хоть один факт это элементарно это то что происходит в дорожно-строительском стране кто занимается дорожным бизнесом в стране и так далее а где там имущество Путина я не говорю Путина владеет владеет еще раз повторяю что через подставных лиц через семей и так далее не обязательно быть богатым чтобы владеть лично слушайте тогда тогда это философский вопрос нет ну то есть философский не философский вот Илья в конце же сказал господин Путин очень умный человек смотрите еще раз чтобы на глупостях не попадаться ну слушайте еще раз нет хорошо вот Сергей давайте переведем в другое направление как вы считаете почему в обществе вот подобные подобные вещи появляются ну вот хорошо я соглашаюсь с вами да что физическое лицо Путин Владимир Владимирович не обладает там ни миллиардным состоянием ни активами там пакетами и всем остальным окей но но мы же с вами не будем отрицать что в обществе участие пусть общество хорошо не у большинства есть вопросы есть сомнения есть предположение значит на чем-то они рождаются это извечный вопрос любого общества по отношению к власти придержащим конечно особенно в российском обществе это это всегда так и как раз если нету фактов всегда появятся легенды то есть вокруг это не вопрос я просто можно уточню вопрос даже вопрос нашего слушателя он ведь говорит не про богатство он говорит про влияние скорее то есть он говорит что президент как глава государства может влиять на те или иные решения в том числе экономические правильно я понимаю то есть вот за тем что он спросил про богатство что является чушью стоит этот вопрос я отвечаю несомненно президент является самой влиятельной фигурой в стране не слишком влиятельной это зависит на самом деле от человека и от уровня доверия к нему дело в том что невлиятельный человек не сможет быть президентом России ладно я промолчу потому что мы тогда сейчас эти оставшиеся 6 минут проведем в жестком таком дискуссии я хочу послушать ваши звонки и почитать ваши письма в эфире как вас зовут добрый вечер здравствуйте Алексей из Москвы я хотел такой момент уточнить вот там в докладе Немцова фигурировали там яхты дворцы и прочее но еще упоминался такой момент что даже если все это президент государства и используется президентом то насколько это этично использование такого количества транспортных средств дворцов и прочих и прочих неужели все это необходимо сейчас для проведения какой-то политики экономической там или каких-то политических мероприятий когда в принципе страна в кризисе находится да спасибо это очень хороший вопрос но смотрите от части имущества государства в том числе управление делами президента избавляется в том числе от части резиденции которые не используются либо экономически нет смысла их содержать во-вторых нужно смотреть тогда как возникало это имущество потому что большая часть этого имущества это наследие еще советского имущества и оно было как раз у руководства страны со времен СССР поэтому если говорить про вопрос эффективности то это вопрос который несомненно нужно постоянно держать на контроле для этого есть счетная палата Российской Федерации для этого есть бюджет страны и я вас уверяю что в этом смысле расходы на содержание ну как бы руководства страны они просто никоим образом не категоричны по сравнению с такими важными статьями как социальное обеспечение образование государственная оборона даже вопросы связанные с инфраструктурными проектами поэтому я не понимаю что в данном случае вы хотите спросить нужны ли они вообще ну как бы несомненно они нужны потому что президенту необходимы помещения и транспорт для того чтобы осуществлять свои полномочия много ли я так понял Алексей то что объемы объемы вот этой роскоши объемы этих количества автомобилей вилл и так далее я много скажем так из этого имущества видел я бы не сказал что оно там какое-то роскошное я как раз могу сказать что в этом смысле у нашей фоторепортаж у Бориса Немцова очень даже неплохо иллюстрирован все что не можете представить себе задумает за вас фотошоп вот большая часть нашей офшорной аристократии обладает гораздо большими гораздо более вычурными богатствами Сергей уж простите но вот как вы назвали это офшорная аристократия очень серьезно повязана с нынешним режимом вы знаете в этом смысле тоже это абсолютно не так потому что часть этой офшорной аристократии получила свои богатства после развала Советского Союза часть получила их в 90-е годы разными совершенно путями и в этом смысле я предполагаю что и часть в нулевые тоже что-то заработало поменьше я сейчас как бы в этом смысле очень просто скажу что как раз в чем упрекает и Запад и в чем упрекают часть предпринимательского сообщества Владимира Путина потому что он как раз не дает вольницы и у нас нет той семибанкирщины и той олигархии которая была в 90-е годы вот в этом смысле как раз может быть уровень присутствия государства в экономике он не является оптимальным и по этому поводу надо говорить вот потому что несомненно нужно его сохранить только там где это стратегически важно либо там где бизнес по тем или иным причинам не может на сегодня освоить эту отрасль или эту технологию вот то есть чтобы не было государства просто одним из владельцев там коммерческой собственности там где-то не нужно но если говорить про имущество связанное с необходимостью осуществления полномочий то в этом смысле ну вот самолет он есть самолет он так и стоит ну и что собственно говоря в этом смысле он там не покрыт золотом там нету никаких там не знаю мвд он через госзакупки себе золотая кровать юрий это как раз тот самый вопрос про общественный контроль мы ведь не дали вместе мвд купить эти золотые кровать именно потому что мы провели через законодательство что должны все закупки идти через опубликование в открытых источниках нет я конечно благодарен за этот закон да мы бы вообще общество не знало что там происходит и общественного контроля должно быть больше но они же не стыдятся вот подобные и общественного контроля должны быть больше предложения вносить еще раз такие же вещи и сейчас очень активно мониторятся и в тех случаях когда те или иные чиновники пытаются позволить себе лишнего я вас уверяю большое количество общественных наблюдателей сразу по этому поводу поднимают совершенно справедливый шум и эти закупки снимаются отменяются и чиновники ставятся на место а то и увольняются ну давайте еще один звонок успеем принять добрый вечер в эфире добрый вечер как вас зовут мое имя Алексей хотел бы задать вопрос Сергею если можно лаконично Алексей стоимость во Владивостоке стоимость более 660 миллиардов рублей не кажется ли это мягко говоря дороговато спасибо смотря с чем сравнивать я считаю что сама честь принимать мероприятие АТЭС а также то что эти здания сооружения и вообще само освоение острова Русский будет посвящено федеральному университету дальневосточному это проект который выходит далеко за рамки только одного мероприятия здесь нужно оценивать экономический эффект этих положений экономисты сказали никакого эффекта нет я готов поспорить с этими экономистами потому что с точки зрения даже тех контрактов которые сейчас будут заключены тех рабочих мест которые созданы то количество студентов в том числе не только из России но и со стороны Юго-Восточной Европы которые будут приезжать учиться и налаживать деловые контакты оно уже имеет свой экономический мультипликатор в этом смысле я бы просто не считал экспертами тех кто живет в схеме купи-продай необходимо переходить все-таки к долгосрочному планированию инвестиций хорошо я удовлетворюсь таким ответом по одной простой причине что наше время закончилось но все-таки задам мини-вопрос и хочу получить мини-но исчерпывающий ответ ваша коллега Галина Хованская по Государственной Думе очень авторитетный человек в области жилья ЖКХ и все что связано с коммуналкой мне в эфире сказала что в октябре она ожидает серьезных социальных волнений которые вызваны вот новыми новой тарификации и теми счетами которые получат россияне вот Сергей вы ожидаете этих социальных волнений она как представитель оппозиции делает все для того чтобы эти социальные волнения были это говорит о нашей демократичности то что она председатель я сейчас упаду со стула вот демократичность это конечно звучит ну хорошо но это именно так так вот поэтому наша задача сделать так чтобы ни в коем случае например управляющие компании не попытались воспользоваться некими вот такими вот ожиданиями или волнениями и не вздули свои накрутки и не попытались свалить это на те или иные тарифы потому что по анализу и предыдущего года и начала этого года основное прибавление было не в тарифах а в стоимости сервиса управляющих компаний то есть вы не ожидаете такой серьезной тряски мы делаем все для того чтобы там не возникало таких напряжений и в этом смысле конечно будем всячески пресекать необоснованный рост тариф спасибо огромное Сергей Железняк вице-спикер Госдумы России один из лидеров Единой России был в реальном времени на Финамо ФМ Субтитры создавал DimaTorzok